Сбой в работе таких социальных сетей, как Инстаграм и Ватсап, трудно было не заметить. На протяжении шести часов сервера Фейсбук были выведены из строя. В чем проблема этого масштабного сбоя, разбирался наш корреспондент. В понедельник вечером пользователи по всему миру начали жаловаться на неполадки в работе Фейсбук и принадлежащие ему сервисы Ватсап и Инстаграм. Кто-то не мог попасть в свои учетные записи, кому-то не удавалось опубликовать посты или сториз, а у других появились проблемы с отправкой сообщений. В интернете сразу заметили этот сбой в работе социальных сетей, и тема, связанная с Фейсбуком, стала широко обсуждаемой во всем мире. По истечению нескольких часов проблема не была решена, и коллапс с Фейсбуком стал самым большим программным сбоем в работе социальных сетей с 2008 года, когда Фейсбук отключился на сутки. Глава техслужбы Фейсбук заявил, что дело в проблемах с сетью. Искренние извинения перед теми, кого прямо сейчас затронули перебои в работе сервисов Фейсбук. У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают как можно быстрее, чтобы отладить и восстановить как можно быстрее. По информации от Cloudflare, у них была проблема, связанная с DNS. Это такой сервис, который позволяет понять, по каким IP-адресам, техническим адресам в интернете доступен тот или иной сервис. В интернете стали распространяться слухи про хакерскую атаку и слив персональных данных в Даркнете. Однако, по данным экспертов, на DNS-серверах не хранится такая информация. Следовательно, получить ее потенциальные хакеры не могли. В то время как работники Фейсбук разбирались с проблемами миллионов людей, пользователи в Твиттере и ВК ликовали. В работающих социальных сетях начались соревнования по мемам на тему дня. В следствии сбоя работы в Фейсбуке, популярность Твиттера, ВК и даже одноклассников взлетела. Так, например, ВКонтакте зафиксировали рост активности пользователей примерно на 20%. Чтобы решить проблемы с Фейсбуком, инженерам и программистам потребовалось 6 часов. Специалисты выехали сразу на место, где можно было устранить данные неполадки. То есть, прямо физически необходимо было находиться рядом с компьютерами, и они не могли попасть в здание. В здание обеспечивался доступ с помощью некой электронной системы пропускной, которая тоже является сервисом Фейсбук, пускай и внутренним для сотрудников. И, видимо, данный сбой вызвал сбой в том числе и в этой части компании. Так что они элементарно не могли попасть внутрь, прикладывая свои карточки. Глава Фейсбук Марк Цукерберг потерял более 6,5 миллиардов долларов на фоне сбоев в работе социальных сетей. Таким образом, он опустился на шестое место в списке миллиардеров Forbes. После инцидента с социальными сетями, глава Фейсбук принес свои извинения перед всеми пользователями за возникшие неполадки. Роберт Хасанов, Александр Фирсов, Универньюз.